Тема у нас детская, и День Земли, всё как-то вместе, в моём сознании, оно переплетается в песне «Речка». Чуть-чуть, пару слов скажу. Эту стихи написала моя сестра Ирина Суглопова. Обе мы с ней родом из города Тамбова, славного. Вот, и стоит этот город на пересечении двух речек, Студенец и Студёнка. Вот она написала стихотворение, но так как мы с ней очень похожи, то я думаю, оно и мне тоже подходит под стихотворение, и получилась песенка «Речка». Между речкой Студенцом и Студёнкой Босоногая носилась девчонка, Черноглазая, без прочих отличий, Что язык хотела выучить птичьи. Помогали, как умели ептвахи, Долгополые краили рубахи. Вышивалась эта гладью крестами, Тули и вугольные туры крестами. Объедили соловьи и лесовы, Отпирали в тёмном лесе засовы. Ночь звучала поляками, ключами, Ручейками, родниками, речами. Разбежится ручеёк, станет речкой, Разъявится речка, дарит словечко. Словом речи и личностью станет, Ежеднев стремится вдаль и не устанет. Сон трава научит крутости ласки, Ворон, чтоб не слишком верила в сказки. Ну а колумбины, книги, уроки, Учишь, учишь, всё не выучишь в сроки. Разбежится ручеёк, станет речкой, Разъявится речка, дарит словечко. Словом речи и личностью станет, Ежеднев стремится вдаль и не устанет. Словом речи и личностью станет, Ежеднев стремится вдаль и не устанет. Для детей, говорю, вот этот инструмент называется аккордеон. Вам там видно? У вас сегодня живой звук. Все инструменты в наборе. Во всяком случае, большое многообразие. Алексей мне подсказывает, что аккордеон не снимать. Под этот же инструмент у нас есть ещё песня. Но она совсем не детская, она взрослая. Но детские песни у меня исполнят дети. А я буду взрослой петь. Песня о море. Скоро отпуск. Скоро к морю. Возможно. Это море, и шелестоканцы, и лучи, сколько лет волнам. От того, что придётся расстаться, Так пронзительно дороги нам. Словно чувствуя боли расставанье, Глухо бьётся волна на песок. Как он гордок миг узнаванья, Как накал остывания высот. Улетает вечерняя птица. Лёгок женский далей силуэт, От того, что придётся проститься. Словно чувствуя боли расставанье, Глухо бьётся волна на песок. Как он гордок миг узнаванья, Как накал остывания высот. Словно чувствуя боли расставанье, Глухо бьётся волна на песок. Как он гордок миг узнаванья, Как накал остывания высот. Словно чувствуя боли расставанье, Глухо бьётся волна на песок. Словно чувствуя боли расставанье, Глухо бьётся волна на песок. Словно чувствуя боли расставанье, Глухо бьётся волна на песок. Как он гордок миг узнаванья, Как накал остывания высот. Словно чувствуя боли расставанье, Глухо бьётся волна на песок. Как он гордок миг узнаванья, Как накал остывания высот. Словно чувствуя боли расставанье, Глухо бьётся волна на песок. Спасибо. Эта песня на стихе Семёна Бодвинника, питерского поэта, прозвучала. И это кусочек нашей ретро-программы с аккордеоном. Ну а сейчас можно звать младшее поколение. Так, ну давайте начнём с младшей. Значит, Анечка Маркисян. Пять лет нам. У нас первый выход на сцену. Так, помогите нам с разбудениями микрофона. Как-то мужчины это делали хорошо. Или может быть вот это. Вон там, вон там. Да, вот это сам. Аликсей Кронин возьмёт гитару сейчас. Алина Новикова возьмёт экзотическую серию. Да, да. Мы сейчас ансамбль устроим. Производим. Аликсей Кронин, чтобы твоё личико было видно. Я забыла сказать. Значит, песенка у нас называется «Бедный папа». Стихи Александра Кушнера. Почему бедные, вы поймете из песенки. А мы потом расскажем, что мы придумали, как сделать так, чтобы папа не был такой уж бедный. А мы читаем. Четыре песня с папой каждый пунктам. У меня в картинках лиск, а у папы не одна. У меня слава, шеф, спелись это одна. Вот, ты безумный удар, а у папы не одна. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-луй. Мы читаем к ней вместе с папой каждый пунктарной. У меня в картинках лиск, а у папы не одна. У меня в пустыне дико нарисован на длинный след. Папа жаль, ну что за книги, если в ней картинок нет? Мы читаем книги вместе с папой каждый выходной. У меня картинок есть, а у папы не один. У меня в пустыне дитяная, особо нагрева свет, Пообушай, ну что за гненья, если в ней картинок?